В Казахстане наблюдается стремительный рост просроченных займов в микрофинансовых организациях. За последний год уровень просрочек увеличился с 10% до 15%. Эксперты полагают, что основной причиной является упрощенные условия кредитования, а также низкие доходы и финансовая безграмотность населения. Анастасия Новикова с подробностями. Казахстанцы все чаще не возвращают кредиты микрофинансовым организациям. Доля просроченных займов выросла с 10% до 15%. В денежном выражении – со 113,5% до более 200 млрд тенге. Больше половины просрочек – это кредиты, которые не платили больше 90 дней. Эксперты говорят все потому, что микрофинансовые организации финансируют те категории казахстанцев, от которых отказываются банки, самозанятых и граждан с нестабильным доходом. Не у всех имеется стабильный доход, либо она может в зависимости от сезонного характера иметь. И с них взыскивать намного сложнее, в принципе, для вас, потому что у них нет зарплат, где можно удержать. То есть у них более доход подтверждается в плане того, что в более упрощенном виде, исходя из этого микрофинансов, сложнее в части взыскания заниматься. И у них, соответственно, и больше просроченных должностей. При этом финансирование в банках дешевле, чем в микрокредитных организациях. Но из-за упрощенных условий казахстанцы все чаще обращаются в МФО. Нередко микрокредиты набирают молодые люди, чтобы купить продукты или потратиться на личные расходы. Но не рассчитывают свои силы и со временем увязают в долговой яме. Юридически с 18 лет человек становится совершеннолетним и имеет право заключать любые сделки, и в том числе и получать кредиты. Но вместе с тем мы понимаем, что 18 лет – это студент, который только оторвался от семейного бюджета, не имеет правильных, зачастую финансовых привычек и ближе склонен к закредитованности. А о финансовой грамотности казахстанцы начинают задумываться после выхода на просрочку, когда кредитная история уже испорчена, говорят эксперты. Очень много микрофинансовых организаций, где без подтверждения дохода, то есть небольшие суммы, возможно, они выдаются по удостоверению личности. Достаточно удостоверения личности и совершеннолетний. То есть и студент может получить данный займ. И на сегодняшний день, к сожалению, среди должников имеется очень много фактов, что есть именно студенты. Для снижения долговой нагрузки в правительстве приняли ряд мер. Ограничили суммы беззалоговых кредитов, ввели обязательное согласие супруга на займы свыше 1000 МРП, а также ужесточили условия кредитования для молодежи младше 21 года. Но эксперты уверены, без повышения финансовой грамотности и благосостояния населения эти меры выбраться из долговой ямы казахстанцам не помогут.